Третий тотайм почти дал нервы немножко. Здорово, здорово. У меня еще рядом такие люди сидели. Кто кому-то пойти надо. Но должен сказать, что вот и Игорь Николаевич, Орионов, Александр Сергеевич, Якуши отметили, что очень хорошо зал болел. То есть вот поддержка была, да, и вы сами увидели, как менялись трибуны. И с первых минут матча, да, какая была поддержка, и что было еще в третьем тайме, да, насколько трибуны начали вперед. А так, конечно, очень здорово, но вот сейчас коллеги подойдут. Могу только сказать еще раз спасибо Федерации хоккея России, что доверили нам проведение такого мероприятия. Спасибо нашей Федерации хоккея Пермского края. Вот, ну, что, хоккей вы все видели. Хоккей в крае любят, хоккей в крае ценят. Мы развиваем детский хоккей, была золотая шайба, были и будут большие турниры, поэтому для нас все это важно. И то, что зал сегодня полон, да, это главный показатель. Ну, и, конечно, наша сборная победила. Все запомнили имена тех, кто забил. Они скоро будут на Олимпийских играх. А что касается развития ледовой диспроструктуры в регионе общественной парке? Ну, что, обсуждали, конечно, что строить еще, как дальше строить, да, мне вот проконсультировали, какие должны быть размеры коробки, да, насколько. Ну, и, конечно, сейчас мы видим, насколько тоже там молот тот же несовершенен, да, потерянное пространство, по большому счету, это вот дополнительные трибуны можно. Ну, в общем, вопрос по ледовому дворцу в Перми, конечно, стоит. И так, место ищем хорошее, нет хорошего места. Не хочется его, разный вариант смотрели, не хочется его куда-то на окраину, хочется, чтобы вокруг, но, в общем, тема не закрыта, но пока говорить о чем-то рано. Но вот по небольшим хоккейным аренам, да, Альду, здесь поддержку нам коллеги пообещали, включение в федеральных программ. Но дело за нами, просто нам активнее двигаться. Спасибо.